Привет, я Михаил Волошин. Мы находимся на новом рынке и посмотрим, чем нас порадует этот новый рынок. Погода нас очень обрадовала. Сегодня пасхальная неделя, 20 апреля. Вы видите, идет дождь, идет снег. Великолепно. Сейчас посмотрим, что будет внутри, в корпусе. Итак, идем внутрь. Одесса делает базар. Посмотрите, какая чудесная рыба. Итак, камбала. Почем камбала? 200 гривен за кило. Отлично. А тушка карпа? Карпа получается 150. 150. Так, а осетр, почем у вас? Сетручок у нас 150 и 80. 150 и 80 гривен килограмм. А осетрин? 35. Всего ничего. Карп 70 гривен. Хороший карп. Еще дышит, вон, жабрами машет. Отлично. А тушка толстолоба почем? 120-130. Очень красивая. Можно внутрь заглянуть и туда спрятаться целиком. Давайте. Да. Так, тут еще и семга, я смотрю, у вас. Семга, да. И что семга? Семга свежая. Семочка 380 килограмм до 4. 380. Я вам скажу, что на привозе дороже. Да, у меня говорили. На привозе дороже, вы знаете. А вот такая часть тоже столько же. Да, одинаково. Задняя часть тоже. 380-400. Копченая, очень красивая. А запах? Очень. Попробуй. Я побежал за пивом. Все. Давай. Почем у вас мясо? Вот ребра. Это антрикот, телячий. Телячий, антрикот. И почем они? 80. 80. Нормальная цена. А это что? Мелка, шпандра, ребра 60. 60. Биточек 140. 140. Говяжий нежный биточек. Телятина. Качалочка 140. Качалочка 140. Так, отлично. Качалочка 120. Лопатка 110. 110. Шейка 80. Это телятина. Телятина. А это? Это свинина. Это уже свинина пошла. А почем шея? Шея 140. 140. И биточек 140. Ага. На Пасху? А что, не надо раскошеливаться? Конечно, надо раскошеливаться на Пасху. Пасхальная неделя. Так. 90. Чалагач? 120. Так. Задняя часть 110. Лопатка 100. Лопатка 100. Копыта? 40. 40. А что с нее можно делать? Запекать. А, запекать. Точно. Так Сережа и говорил. Лопатка 5. Ага. Так у вас еще и баранина тут есть? Есть. Так. И что же с бараниной? Расскажите, пожалуйста. Ребра 90. Ребра 90. Так. Да, и 180. Каре. Ага. Ручки 130, ножки 120. 130-140. Разница небольшая. Спасибо. Идем дальше. Ну что, друзья, по-моему, тут все понятно без слов. Везде есть цены. Куриная грудка 55,90. Бедро 52,90. Филе куриное 65,90. Тушка бройлерная 44,90. Так. Это что у нас? Пульки 39,90. А окорочка 51,90. Четвертина 39,90. Так. Филе чистое без костей 76,90. Сердце. Куриное сердце 54,90. Печень 51,90. Фарш 77,90. Так. Хорошо. Пупочки 39,90. Крылышки 44,90. Кстати, хочу вам еще сообщить. Социальная цена на... Это называется плечо от крыла. Очень выгодная пропозиция. Очень выгодная. Итак, мы потихоньку продвигаемся по новому рынку и пришли к копченостям. Смотрим, что у нас здесь есть. Есть почеревок. Сколько стоит почеревок? 150 гривен килограмм. Хорошо. А вот копченый, это четверти получается куриный? Получается 110 гривен. 110 гривен килограмм. Так. Хорошо. А что тут еще у вас есть? А что это за колбаска? Это говяжья. Она идет в магазине. Домашняя говяжья. Без сала, без ничего. Она идет 190 гривен. 190 гривен килограмм. Вот такая колбаска. А вот эти сардельки? 130. 130. Еще дешевле. Это говяжья или свиноговяжья? Да, говяжья. Говяжья. А вот домашняя колбаска такая? Она 170. Это идет смесь или это что-то? Это получается свинина, а это свинина. Это свинина, а это свинина. А цена? Это 170, это 180. 170 и 180. Разница небольшая. Кому что захочется. А это как печеные? Да, это купаты свинины, запеченные в домашней русской печи. Они стоят 190 гривен. 190 гривен килограмм. Хорошо. Так, а это что у нас? Это корейка. Корейка. Сухая, хорошая, да, высушенная. И сколько она стоит? 200. 200. А вот эти треугольники, что это такое интересное? Это говядина с сыровяленым саломом. Сыровяленое салом. Очень симпатично смотрится. И сколько она стоит? Она идет 430 гривен. 400. Ну, такая цена. Она очень легкая. Так. Это что? Это говядина. Она как шахматная доска идет, получается, с свининой. Говядина и свинина. Она под прессом вместе делается. 400. Но она более тяжелая. Так. Мы подошли к прилавку к корейскими салатами. Что здесь есть? Рассказывайте, пожалуйста, что это? Это капуста? Это нет. Это имбирь. А, имбирь. Такая замечательная закуска. Остренькая, конечно, но очень полезная. И сколько? 100 грамм стоит? 20 гривен. 20 гривен 100 грамм. А рядышком? Зеленая. Это чука-салат. Чука-салат? Морской водоросль. Морская водоросль. Да. Его, кстати, используют как в суши, так и так в кушинке. И сколько он стоит? Да, бруда. 40 гривен 100 грамм. 40 гривен 100 грамм. 200 грамм. Да, я понимаю. А так, а это что? Это ее... Также есть капусточки разные. Капусточки, красные, белые. А это тоже капуста? Это да, это желтенькая. Желтенькая. Желтенькая шафрановая. Шафрановая. И какая цена на капусту? 10 гривен 100 грамм. И это, и это, и это. Все по 10 гривен 100 грамм. Недорого совсем. Потом, вот эти вот очень вкусные овощные голубцы. Овощные голубцы. С корейской морковкой. 20 гривен 100 грамм. Вот эти баклажаны. Это все свежий баклажан. С корейской морковкой. С крабовыми палочками. С сырной начинкой. А какая цена у них? 30 гривен 100 грамм. 30 гривен 100 грамм. Понятно. Давайте про мидии. Крупные мидии смотрю. 30 гривен 100 грамм. Есть кальмары. Кальмары у нас двух видов. Вот это белые и обычные. Розовые. И какие цены? Кальмары в одну цену 40 гривен 100 грамм. 40 гривен 100 грамм. Это страшный зверик. Что это такое? Это осьминожки. Осьминожки? Сколько стоят такие огромные осьминоги? 100 грамм 60 гривен 100 грамм. Очень вкусные и хорошо идут на вес. А шампиньоны почем? 30 гривен 100 грамм. А вот белый гриб очень красивый. Сколько он стоит? Белые грибы тоже по 40. Шикарно. Маслята по 30. И опята. Опять опята. Вы посмотрите, что это такое? Ну очень соблазнительно выглядит все это. Вот это вот очень интересное тудо. Это рисовая лапша. Фунчоза называется. Рисовая лапша? Матиситы очень любят. Так. Ну я такое никогда не покупал, но надо будет купить. Если хотите, можете попробовать. Не стесняться. Ммм. Что скажете? Очень вкусно. Да? Пойдем. Рекламная пауза. Расскажите, пожалуйста, какая у вас есть брынза? Где коровья? Где овечья? Где козья? Козочка 100 гривен. 100 гривен килограмм. Молодая. Овечка 100, молодая. Бочковая 120. Это что значит бочковая? Объясните мне. Она долго сохраняется. 120. Класс. И скрипит на субах. Я сейчас дам оператору попробовать. Валера. И Валера попробовал. Ой, это 80, молоденькая. А это такая нежная. Нежная, нежная. Есть козочка с коровкой смесь. 83. Козочка с коровкой смесь. 80 гривен килограмм. Эксперимент. То, что надо. Есть вот такая коровья с укропчиком и с паприкой. Коровья с укропчиком и с паприкой. Начинаются изыски уже. Тоже 80. Масло. 160 гривен за килограмм. Такое масло. Творожок? 75 гривен. 75. Ага. Кувшинная? Да. А что это значит? А, не жирная. Это 90 жирная. 90 жирная. Да, такой вех у нее вид. И сливочка 95. И сливочка 95. Все плотнее и плотнее. Вот такие дела. Идем дальше. Подобрались мы их к овощам и к зелени. У меня вон с клератичкой, что мне нужно купить. Потому что завтра я буду готовить обед. И для этого мне нужно будет купить кинзу, шпинат, редис, огурцы, салат, укроп, черемшу и еще и гранат. Потому что помощники будут готовить лобио. Итак, сейчас мы узнаем, что почем и будем покупать. Так, огурцы. Огурчики у вас почем? Огурчик 60 гривен. 60 гривен. Так, знаете что? Дайте мне полкило огурцов. Мне нужны огурцы. Потому что завтра я буду делать салат. Есть. 35 гривен. Хорошо. Теперь мне нужно полкило редисочки. Редисочка у вас по 35. 35, да. Слез до салата и салат. Давайте редисочки. Аккуратненько. Редисочки, которая кругленькая. Твердый, хороший лук по 8 гривен. Нормальная цена. Нет, лук мне не нужен. Мне нужен салат. Листья салата по 5 гривен. 5 гривен листья салата. Отличная цена. Один? Парочку. Один хватит. Так, мне нужен шпинат. Три пучка. Шпинатик есть свежий, свежий. Вон перед вами. 5 гривен. 5. Кинза. Кинза еще нужна? Кинзы, кинзы. Да, нам нету. Кинзы нету. Укроп тогда мне нужен. Убирайте, пожалуйста. Пучок укропа. А, нет, даже 2 пучка, наверное. Раз, два. Так, 2 пучка. Хорошо. Кстати, помидор. Какую цену вот этот помидор? Это Калина в Кыльевской области. По 100 гривен микада. Это тоже тот же комбинат. 90 гривен. 100 гривен, 90 гривен. Вот Турция обычная 65 гривен. Значит, Турецкая 65. Понятно. Что же еще надо? А вот молодая капуста. Молодая капуста 30 гривен. 30 гривен. Она была же недавно что-то в 2 раза дороже, мне кажется. Она дешеве. Дешевеет. 30 гривен падает. Кабачок импорт сейчас нашего нету. 55 гривен. Кабачок 55 гривен. Понял. Хорошо. Так, продолжаем двигаться дальше. А старая капуста? Старая капуста можно по 10. Это еще старая закупка, но она подорожала сейчас 12 гривен. 12 гривен. 30, очень симпатичный, 12,10. Картошка. Есть старая картошка, с которой мы перезимовали эту зиму. Есть молодая картошка. Молодая есть, нечищенная и чищенная. Сейчас мы узнаем цену. Почем старая картошка? Старая картошка 10 гривен. Так. Тоже поднимается в цене. Старые, ну... 10 гривен. Молодая картошка, нечищенная, 85. 85. И чищенная 110. Чищенная 110 за кило. Вот так. Думайте, думайте. Почем у вас кинза? 5 гривен пучок. Очень симпатичная кинза. Так, хорошо. Давайте пучок мяты. Почем мята? Большая есть. А, поменьше? Нету. Ну, давайте большую. Хорошо. Отличная мята, очень красивая. Розмаринчик почем? Да. Давайте еще один розмаринчик. Отлично. Розмарин. И черемша. Есть у вас черемши? Нету черемши. Жалко. А нам надо еще черемшу купить. Пойдем искать черемшу. Пасхальная неделя продолжается. И смотрите, какие яйца крупные, какие цены. Цены упали. Самое крупное яйцо по 20, потом по 18, есть по 16. Перепелиные яйца по 20, упаковка 20 штук, 20 гривен всего лишь. Еще есть яйца по 15, по 14 и по 10 гривен всего лишь. Ну, те поменьше, конечно. Ну, 10 гривен. Идем дальше. Гранаты 120 гривен килограмм. Я беру один гранат, 60 гривен, один гранат. Вот, киви 60 гривен килограмм. Лимоны какие-то израильские? Израильские 60 гривен килограмм. Яблочки почем у вас? 20 гривен. Фуджи. Фуджи 20 гривен килограмм. А желтенькие? 20. Тоже 20? По 18. По 18 красные. Как они называются, эти красные? Гала. А семеренка почем? Семеренка 18. Семеренка 18. Нормальная цена. Красивые яблоки. Вот эти крупные красные почем? Это черный принц, они идут 20 гривен. 20 гривен. А это крупный семеренка, да? Тоже 20. Вот это помягче идет, это подтверднее. Спасибо. Банан 35. Банан 35. А дождь почем? Дождь бесплатно, понятно. Ой, какие маленькие бананы. Блин, класс. Смотрите, какие симпатичные. Почем они? 70 килограмм. 70 килограмм. Маленькие-маленькие, для детей. Вот так. Мандарины. Почем у вас мандарины? 60. 60 израильские. А апельсинчики? 35. 35. А клубнику я знаю, она стоит сейчас 170 гривен килограмм. Вот так. Это греческая клубника. Смотрите, какая интересная клубника. Итак, дорогие друзья, Михаил Волошин сделал базар, а завтра будет готовить обед по-одесски. Приглашаю всех в гости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова